Два ребёнка шли в школу на пешеходном переходе, на зелёный свет. Дети в своём маленьком возрасте не нарушили ничего для того, чтобы на большой скорости их сбила машина. Это вопиющий случай. А вопиющий случай, знаете чем? Что по имеющейся информации, вот этот нарушитель не попытался даже извиниться или выйти с мамой, а детей воспитывает одна мать. Выйти и поговорить как-то, извиниться хотя бы по-человечески. Нет, у тебя денег, извинись, на колени встань. Это не первый случай в нашем городе, когда и люди видят это. Когда, как мы их называем, крутые машины, решили, что они не столько крутые, что правила дорожного движения не для них. Что им можно делать то, что они считают нужным. Носиться по городу с превышением скорости. Устраивать соревнования вечерние, ночные, кто быстрее доедет с одной точки в другую. Несмотря, как я уже сказал, на наш, не совсем такой, как нам хотелось бы, полный бюджет, мы находим средства для того, чтобы помогать государственным органам. Но те, кто нас посмотрят, силовики, должны понимать, что каждое сессия, выделение средств в программу «Безопасное место» мы ждем ответных действий. Мы ждем, что у нас город будет безопасным. Я хочу услышать ответ, что по этому поводу сделано. Кого привлекли, кого наказали, с кем провели профилактическую беседу, как мы боремся, какие законы. У нас же депутатов больше народных ничего не интересует. Делегировал сегодня город, туда этих умников. А мы ждем от них законотворчества. Законы написать, пройти процедуры, принять законы, которые будут работать для людей. А то, что в городе беспредел, в дороге люди погибают, они этого не видят. А именно почему я их вспомнил? Потому что именно от законов, которые у нас в стране, зависит и порядок. И я прошу организовать встречу с представниками национальной полиции, патрульной полиции. Всех подозрев, которые имеют какое-то отношение к решению этой проблемы. Но это стосуется каждого из нас. Каждого из нас. К тому будем проведем соответствующие совещания. И не просто совещания для галочки, а совещания, которых я жду результата, ответа. Ответов на те вопросы, которые я поставлю. Я хотел бы обратиться к одесситам. Сегодня многие машины обеспечены видеорегистраторами. А если не видеорегистраторами, то практически у каждого есть сегодня мобильный телефон. Если на дорогах, перед вами, рядом с вами, вы видите такого нарушителя. Мы будем очень благодарны за своевременную информацию. И постараюсь организовать так, чтобы реакция была незамедлительной. Потому что каждый такой перемещающийся ухарь, извините, я не знаю, как его назвать еще, безответственный водитель, так, наверное, нужно назвать, это угроза жизни нашим детям, нам с вами, нашим родными и близким. И я вам скажу, я сделаю все, чтобы в нашем городе было безопасно.